Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня вы узнаете о том, как стали писателями такие известные люди Астрид Лингрен, Роль Даль, Агния Барто и другие. Даже самые большие писательницы и писатели когда-то были маленькими. Бегали по дворам, учились и дружили. Но вот они выросли, и каждый вдруг с удивлением понял. Ого, кажется, я пишу книгу. В детстве Астрид Лингрен обожала лазить по деревьям. Родители не ругали ее за это. Хотели, чтобы девочка выросла свободной. Так и получилось. Будущая писательница работала в газете, носила брюки вместо платьев и коротко стриглась во времена, когда девушек за это осуждали. Когда у Астрид родился сын, она стала сочинять для него забавные истории. Так появились ее первые рассказы. А имя для взрывной девчонки Пеппи Длинный Чулок придумала ее дочка. Астрид Лингрен была одной из первых, кто не писал о детях как об ангелах. Она помнила себя маленькой, непослушной и веселой. И сделала своих героев такими же. А еще писательница добилась того, чтобы в Швеции запретили бить детей. Как и Астрид Лингрен, Роальд Даль не любил читать детям нотации. Если уж кого и хотел перевоспитать писатель, так это взрослых. Оно и понятно. Во всех школах, где учился Роальд, учителя или директора унижали его и хлистали тростями. Пережить трудности писателю помогло чувство юмора. Самые ужасные события он превращал в смешные истории, где обидчикам хорошенько доставалось. Этот мрачный юмор и яркое воображение помогли Роальду написать «Чарли и шоколадная фабрика». Родители Рональда Толкина рано умерли, но мама успела передать сыну любовь к языкам. Восемь лет он уже знал французский, немецкий, латынь и греческий, а чуть позже стал придумывать и свои языки. Если бы не эта любовь к словам, Средиземноморья бы не было. Толкин сначала создавал язык, а уже потом тех, кто будет на нем говорить, например, эльфов. Агния Барто начала писать стихи уже в младшей школе. Так она выражала чувства и мысли. Надо же их куда-то девать. Сначала она фантазировала о рыцарях и дамах, но томные вздохи ей быстро надоели. Лучше всего у поэтессы получали стихи для детей. Агния относилась к работе серьезно. Все время наблюдала за ребятами и подслушивала, о чем они говорят. Она пыталась понять тех, для кого пишет. И теперь любой российский ребенок знает ее стихи про Танин мячик и бычка на досточке. Даниил Хармс всегда был выдумщиком. То Валторну притащит на урок, то сиротой прикинется, чтобы двойку не ставили. Учился он плохо, но обожал читать и даже просил не дарить ему ничего, кроме книг. Выходки у Хармса были смешными, но проделывал он все это самым серьезным видом. Нахмурившись, Хармс играл словами. Получалось что-то такое – чирики-боярики да пальцем в пуп. Дети обожали стихи Хармса, а вот для взрослых поэт стал популярным только после смерти. Создательница муми-троллей Тувы Янсен росла в творческом беспорядке. Мама художница и папа скульптор часто работали дома. Детство Тувы проходило у камина за мамиными историями. А летом семья плавала на остров купаться среди камней и рыб. Тувы, как и мама, стала художницей. Денег было немного, но девушка не бросала любимое дело. А потом началась война, а за ней другая. Рисовать не выходила, пропали силы и смысл. Тувы захотелось прятаться в сказке, где все кончится хорошо. Тогда из детских воспоминаний и фантазий она создала новое место – муми-дол. Книжки, которые Тувы написала о мудрых муми-троллях, помогли ей и самой, и миллионам читателей. Субтитры создавал DimaTorzok